Кровавая империя, которая всех угнетает, да простят меня все. Мне интересно, а почему так? Весь поздний сталинизм построен на великорусском шовинизме. Это бомба из-за медленного действия. Желание какой-то небольшой группы крайних националистов... Это Сталин. Он уничтожил до всех. Расплачиваются за это совсем другие люди. Мы в процессе подготовки наших серий столкнулись с тем, что спикеры, которые у нас из национальных республик, или те, кто уехал даже скорее из национальных республик, они все употребляют слово колонизация. Вот по отношению к российским республикам, это действительно слово уместно, что это была колонизация? Ну, понимаете, конечно. Конечно, была. Очень характерно, что в советское время очень неприветствовали употребление этого слова даже в самых безопасных контекстах. Там колонизация новгородцами севера. Имеется в виду просто освоение. Ну, как-то вот это что-то у нас неприятно. Лучше давайте скажем это освоение. Ну, естественно, что вот эти республики Советского Союза это были колонии российские. Но в то же время там происходили какие-то процессы, которые у нас не связываются с колонизацией. Там происходило общение на человеческом уровне, скажем, куда более сильное, чем, условно говоря, у англичан в Индии. Там происходило смешение культур, взаимобогащение культур. То есть у этого процесса с огромным количеством отрицательных, естественно, черт были свои положительные. Ну, я с нетерпением, на самом деле, жду продолжения вашей лекции про Поволжье, потому что сам из Татарстана... Вот! И поэтому мне вот интересен сам момент. А в какой период эта колонизация началась? Можно ли это называть, не знаю, 16 века, когда Иван Грозный захватывал, собственно, все в Поволжье и далее? Ну, знаете, с одной стороны, если мы говорим, вот даже если мы отойдем от слова колонизация, говорим о формировании такого многоэтнического государства постепенно. Это начиналось с самого начала. Славяне распространялись, расселялись на восточноевропейское равнение рядом с финоуграми, с балтами и так далее, и так далее, и так далее. Но если мы говорим про захваты, то здесь очень интересная вещь, которую давно заметили историки. Российская империя формально возникла в 1721 году, когда Петра провозгласили императором. Но совершенно ясно, что Иван Грозный, когда начал завоевание Поволжья, это уже шло формирование империи. Мало того, можно сказать по-другому, что когда за несколько десятилетий до этого возникла идея, что Москва – Третий Рим, то это ведь тоже имперская идея, что такое Рим, да, это империя. Ну да, второй Рим был в Византии, да, скорее всего. Да, конечно. И русский царь православный, ну тут не столько что речи по Волжи, сколько о всех православных землях, но русский царь должен быть покровителем, а это что такое покровительство, тут тоже надо всех православных. Это потом проявится в 17 веке в отношениях с казаками украинскими. Все-таки сам вот этот процесс, вы бы как назвали, правильнее? Это очень сложный вопрос, потому что, видите, вот с одной стороны, так язык прямо поворачивается, сказать, оккупация, но это не совсем правильно, потому что, да, захватывали, но вели себя очень по-разному. Я когда-то была координатором очень интересного такого международного проекта под эгидой Европейской ассоциации учителей истории Евроклио. И мы создавали учебное пособие, которое называлось «Мозаика культур» «Преподавание истории в поликультурном обществе». Но оно было невероятно новаторским, все, кто с ним работали, были в восторге, но почему-то, скажем, издательство просвещения не захотело его печатать. И у нас там были разные истории разных регионов. Вот история западных земель, история Поволжья была и много всего другого. И очень хорошо видно, как, с одной стороны, вот там захватили Поволжье, и есть тенденция насильственного крещения, вот такая. Но она была не всегда. А бывало, во-первых, очень... Бывали мирные периоды, их было много. И очень важно то, что элита этих захваченных территорий вписывалась в российскую элиту. Ну, князья Юсубова те же самые. Например, конечно, вот там татарская элита, безусловно, грузинская элита, безусловно. Вот это все-таки, видите, при оккупации, трудно себе представить, чтобы местная элита сохраняла свои позиции. То есть это что-то все-таки более сложное, наверное. Наверное, в итоге колонизация, это более такой аккуратный термин. Вы сказали, что везде это происходило по-разному. Я лично помню, что нам на уроках истории, когда про 1552 год, взятие Казани Иваном Грозным, рассказывали, что лужи крови текли, просто вот вся Волга, Казанка, там еще местная река, фактически окрасилась в бурый цвет, и так далее, и тому подобное. А все-таки больше было того, вот что я привел в пример, как в Татарстане, да, ну, тогда было Казанское ханство, или все-таки, как есть, например, в Республике Кавказа, которые сами сказали, ну, да, мы готовы. Ну, понимаете, сколько должно быть крови, чтобы воды Казанки окрасили в бурый цвет? Это нереально. Этого не было. Ну, естественно, было много жертв при взятии Казани, ну, при любом завоевании. Вопрос, как строилось дальше, как строились дальше отношения. И это действительно было очень по-разному. И с тем же, ну, там, и с тем же по Волжьям, не будем современные употреблять, да, понятия. И вы совершенно верно сказали про Кавказ, потому что у нас очень часто такой стереотип «Кавказская война». Что такое Кавказ? Это война. Всегда воевали. Во-первых, не всегда. Во-вторых, скажем, территории, которую контролировал Шамиль, если посмотреть на карте, это маленькая часть территории Кавказа. В-третьих, везде были очень разные факторы. Кто-то хотел, кто-то не хотел. Даже в Грузии, ну, там, в картлийско-какетинском царстве, часть, мы знаем, что часть хотела этого соглашения с Россией. Ну, понятно, опять мы говорим об элите. Там простых людей никто не спрашивал. Часть не хотела. Это все очень, очень, куда более сложный процесс, чем мы представляем и с одной, и с другой стороны. Есть картинка «Ура!» Там, в соединении Украины с Россией, какое счастье! Все народы стремятся в империю. И есть другая кровавая империя, которая всех угнетает только и то, и то слишком просто. Сейчас, когда мы делаем этот проект, если делать ресерч, поиск в интернете про национальные республики, ощущение складывается, что их история начинается с образования АССР, то есть Советского Союза. Сейчас идет просто парад вот этих столетий образования, татарская ССР, мордовская ССР, такой-то СССР, такой-то СССР. И ощущение, что как будто бы до этого у них истории и не было. Вот мне интересно, а почему так? Ну, Путин же нам сообщил, что Украину Ленин создал. Это вот в этой же самой парадигме. То есть это все... Я не знаю, насколько осознанно это делают те, кто пишут про все эти АССР, но это все такая идеологическая подпитка идеи возрождения Советского Союза. И ясно совершенно, что у всех народов, входящих сейчас в Россию, входивших раньше в СССР, очень древняя, очень разнообразная, но, безусловно, всегда очень интересная история. И это фальшь по идеологическим причинам существует. То есть им не дают праздновать, не знаю, день образования Казанского ханства, день образования Якутии. Нет, понимаете, я не знаю, что значит день образования Якутии. Ну, какой-то плюс-минус. Например, говорят, что Казани тысячи лет. Нашли какую-то монетку и решили, что, значит, теперь Казани тысячи лет. Кстати, по-моему, она была чешская, это самая монетка. Да. А потом в Уфе тоже начали вести свои раскопки. Говорят, а мы, может быть, даже еще и старше. И Москвы, и Казани ваши. И, в общем, и так далее, и тому подобное. То есть вот не с того момента, как будто бы отмечается образование какой-то государственности. Понимаете, это тоже проявление, на самом деле, что бы ни думали все вот эти вот люди, которые в национальных разных областях, республиках что-то пишут и говорят, они действуют в имперской парадигме, по крайней мере, Российской империи. То есть история государства российского. А мы противопоставим историю государства татарского, башкирского и все такое прочее. Вот когда я делала лекцию про Поволжье, мне было очень важно, чтобы это была лекция не только про Волжскую Булгарию или Хазар, а вот про людей, которые там жили. Вот там жили финно-угры, у которых не было государства очень долго. И сейчас их Владимир Владимирович тоже там подгребает к себе. Но у них была своя мифология невероятно интересная, свой образ жизни. Это все повлияло потом на славян. Это проявляется до сих пор в русской культуре, и не только в русской, в финской, в других. Интересно говорить про людей, которые жили. Ну, про государство тоже интересно, но не надо все к этому сводить. Ну, для нации все-таки вот... Когда приходит вот это ощущение национального сознания с понятием государства, государственности, когда он обретает какие-то формы географические, политические, какие-то атрибуты? Вы знаете, по этому поводу копьев сломано столько, что нам тут с вами их не обсудить до конца времен. Но все-таки, вот как я понимаю, большинство ученых сходится на том, что до конца XVIII века о любой стране, включая там Францию, Англию, любые, не говоря уже о восточной Европе, говорить о национальном самосознании – это очень большая модернизация истории. Потому что люди не идентифицировали себя через национальную принадлежность. А совершенно по-другому. Если спрашивали жителя Киевской Руси, ну, если бы мы сейчас могли спройти, ты кто? Естественно, никто из них не сказал бы, я украинец, я русский, я белорус. Таких понятий не существовало. Они сказали бы, я подданный киевского князя, там, Черниговского князя или Полоцкого. То есть они тоже через власть, но совсем другую власть. Или они бы сказали, мы православные, а не католики, или а не мусульмане, как на Волге. Или просто они бы сказали, а мы вот из этой деревни. То есть были совсем другие, другая какая-то принадлежность. Понятие Родина было другим. Да, совершенно верно. Вольтер еще писал, что когда защищают Родину, то говорят о семье, друзьях, вот об этом. А что нельзя любить отвлеченные понятия. Вот эта вот любовь к отвлеченным понятиям сформировалась только с конца XVIII века, когда в Германии Гердер придумал национальный дух. И тут все понеслось, и все стали это ощущать. Нам трудно сегодня это понять, когда национальная идентичность так много значит. Но это недавнее достижение или недостаток. Ну, можно ли сказать, что это появилось 100 лет назад относительно, когда разваливались империи на европейском континенте? Нет, больше. Это зародилось 200 с лишним лет назад. Дальше, в течение XIX века, это развивалось по-разному. Например, потому что были государства, которые жали объединения. Германия, Италия. Вот это шло тоже под знаком национализма. Были те, которые хотели освободиться уже в середине. 1848 год. Революции по всей Европе. Вот. И тогда эти революции были очень сильно связаны с национальным каким-то осознанием. Вот мы в Праге восстанем, и Чехия освободится от Гамсбургов. И отсюда воспоминания о былых достижениях чехов, о языке и так далее. На Балканах. Вот мы сейчас восстанем, сербы, болгары. До этого все просто знали, мы православные. Османы им давали жить как православными общинами. А теперь мы, сербы, хотим свое государство, болгары хотим свое. Первая мировая очень усилила, конечно, этот процесс. Еще даже до распада империи. Потому что уже перед Первой мировой и во время все вот эти великие державы, участницы войны, они использовали национальную карту. В общем, они ее учитывали всегда. Например, и в России из прифронтовых территорий депортировали тысячи людей. Ну, депортировали практически всех евреев в ужасных совершенно условиях. депортировали украинцев, депортировали людей немецкого происхождения, даже если они... Ну, конечно, в основном немецких граждан, но даже если это были подданные России. То есть начали все время учитывать национальную принадлежность. Начали создавать национальные объединения. Вот как... Ну, все знают, все изучали в России восстание Чехословацкого легиона в 1918 году. Но откуда он взялся? Его же еще во время войны пытались создать из пленных, из австрийской армии, которых хотели направить против австрийцев. Бравому солдату Швейку говорят, вот вы когда окажетесь на той стороне, да, вы сразу скажите, мы не... Здравствуйте, русские братья, мы чешские братья, нет австрийцы. В интернете, во всяком случае, мне попадалась заметка, статья, не знаю, как ее назвать, не знаю, насколько она научная или нет, но вот такой разгон, что ли, идет, что, ну да, Россия так или иначе отстает на 200-100 лет от Европы, а вот помните, что в Европе было распад на маленькие независимые государства. И вот эта мысль сейчас, она продвигается, продвигается в том числе тех национальных лидеров, которые уехали из Бурятии, из Татарстана, из других национальных республик. Вот как... Что вы про это думаете? В смысле, что те империи распались после Первой мировой, да? А это распадется после, значит, войны с Украиной. Ну, понимаете, во-первых, можно сказать, что Российская империя тоже распалась после Первой мировой. А созданная большевиками империя была создана уже на совершенно других основаниях. В Российской империи дореволюционной не было никаких национальных объединений. Никому не приходило в голову создавать там татарскую губернию, грузинскую. Все абсолютно по другому принципу делилось. Вот эти вот объединения... Почему сейчас отмечают все эти автономы? Это все создали большевики. Тем самым они подвели мину, в общем, под свой союз, потому что дальше за 80 лет эти национальные элиты развивались, усиливались. Вот теперь они собираются создавать свои государства. Хотя мне это кажется немножко странным. С другой стороны, скажем, были же и другие империи, например, английская, французская. Они распались после Второй мировой войны. Так что здесь по-разному. Не настолько отстает Россия. Вы говорите, странным вам кажется это. А почему какие-то просто не смогут выжить экономически, физически и так далее? Вы знаете, ну, во-первых, я бы сказала даже географически. Я понимаю, что мы сейчас немножко говорим про сепаратизм и Россия из-за этой статьи, но мы просто рассуждаем сразу. Да, уж проставить статьи достаточно. Ну, что я могу сказать? Тот же самый Татарстан. Как в начале перестройки, там, как я понимаю, были очень сильны тенденции развития сепаратизма. Потом это все ушло. И мне ясно, что там как-то договорились, наверное, и все такое прочее. Но вот как? Вот возникает независимый Татарстан. Да, вокруг него Россия. И что? И как он? Нефть свою гонит? Самолетами перевозит? Ну да, для этого должна отделиться еще Башкирия, чтобы была граница с Казахстаном. Да, но насколько мне понятно, что отношения между Татарстаном и Башкирией не идеальны. Да, то есть Татарстан, соответственно, будет зависеть от Башкирии в перегонке своей дне, в переправе своей дне. Что-то это какая-то странненькая версия. Но я могу себе представить, что это более-менее реализуемо на окраинах. Ну, действительно, вот там, где есть какая-то граница. Но это даже не самое главное. Вот особенности всех континентальных империй, в отличие от морских, в том, что там все эти разные части очень тесно связаны между собой. Английские заморские территории находились за морями. Это все равно было болезненно, конечно, когда все это отваливалось. Но это в какой-то мере было проще. Там не было такого огромного объединения людей. Там не было... Трудно себе представить, в Индии смешанные семьи, да? По крайней мере, официальные, признанные и так далее. Там не было огромного количества переселений, которые сегодня жители, условно говоря, Татарстана, сколько их в Москве или Бурятии той же самой. Это все перемешано вот так. И мне кажется, я не знаю, может, может быть, это мое имперское воспитание, так во мне говорит, но мне кажется, что вот это желание создать Дальневосточную республику, Уральскую республику, такую-сякую, что, с одной стороны, это желание какой-то небольшой группы крайних националистов, а с другой, это желание элит, да простят меня все, перенаправить францевые потоки. А вот такого какого-то широкого, народного... Я понимаю, что можно возбудить людей, повести их на любое дело. Ну, что-то мне кажется, что это не очень реалистично. А конфедерации? Вот, конфедерация... Вообще, скажем, федерация, какая-то очень мягкая, может быть, конфедерация. Вот это было бы благом для России, если бы действительно ее можно было построить на разумных основаниях, если бы не было какой-то бесконечной грызни между этими государствами. Понимаете, мы тоже можем сказать, да, империи распались после Первой мировой войны, а потом эти государства грызлись между собой, и началась Вторая мировая война. Если вот какой-то найти баланс между координирующим центром и уважением ко всем территориям. Но это очень трудно. Потому что в конституциях российских республик записано почти у всех, там, так-то, так-то, Татарстан, Башкортостан, Якутия, тире, государство, входящее в состав Российской Федерации на основании таких-то, таких-то документов, там, например, у Казани с Москвой был отдельный документ о разграничении полномочий, заключенных между Шаймиевым и Ельцином и так далее и тому подобное. При этом в России есть автономные области, просто области, автономные края, просто края города федерального значения. Почему так все сложно? Ну, потому что действительно, знаете, это я, как я понимаю, я не такой большой специалист в этом национальном строительстве, но была идея, действительно, мы понимаем весь уровень правдивости, это идея разным народам дать возможность проявиться и так далее. И, с одной стороны, это очень важная и правильная идея, опять же, смотря, как она исполнялась, но в то же время здесь есть какой-то такой, мне кажется, тупиковая линия развития, потому что сколько можно дальше дробиться? Вот когда начал, это было хорошо видно на более высоком уровне административном, когда Советский Союз начал распадаться, и вдруг оказалось, что какие-то республики имеют право создать свои государства, потому что они были союзными республиками. А, там, скажем, Абхазия, Осетия, еще там масса всех, они нет, потому что они автономные были. А гагаузы бедные в Молдове, когда Молдова отделилась, и тут, с одной стороны, гагаузы, с другой стороны, Приднестровье, а мы тоже хотим. И так вообще-то можно дробиться до бесконечности. И действительно, а почему они? Потому что большевики решили, что эти союзные, а эти автономные. Но как тогда все это решить? Вот у меня ощущение, что должно быть какое-то что-то совершенно... Я, наверное, говорю ужасную вещь, и сейчас во всех республиках бывшего СССР меня возненавидят, что мне будет очень печально, потому что я, безусловно, уважаю их независимость, нерушимость их границ и так далее. Но, может быть, действительно нужна какая-то совершенно новая форма объединения. То есть федерация, которую пытался строить Ельцин в 90-е, и которую трансформировал, назовем мягко так, Путин, это вообще не федерация. Это все-таки какой строй мог бы быть? Потому что на бумаге, да, федерация. Но, по сути, все налоги с добычей полезных ископаемых из российских регионов и якутские алмазы за добычу их, все должно отправляться в Москву, а Москва потом должна, значит, ровным слоем каким-то образом распределять. А распределить она не может, потому что, например, Татарстан говорит, мы столько вам нефти закачали и столько налогов заплатили, мы сейчас придумаем для себя универсиаду, проведем ее, а вы нам должны мосты за это построить и эстакады. И это какое-то постоянное кручение в каком-то колесе, кто кого обманет, мягко скажем. Ну, во-первых, да, и слово обманет здесь ключевое. Во-первых, надо, чтобы договаривающиеся стороны были демократичными, честными друг к другу. Это первое условие, без которого вообще ничего не будет. Во-вторых, совершенно верно, конечно, все равно централизация оставалась и остается очень большой. И вопрос о налогах очень актуальный. Я вот так понимаю, что, например, проблема между Каталонией и Испанией, что бы там они ни говорили про каталонский язык и все такое прочее, что все, кто хочет, говорят по-каталонски, читают там школы, ради бога. А вот вопрос перераспределения налогов – это то, что, наверное, испанцам придется в конце концов согласиться. И в России, особенно в России, где такой контраст между Москвой, Петербургом и другими территориями, это, конечно, должно быть все совершенно изменено. Вот здесь, безусловно, должен быть огромный переход к регионам. Но помимо этого, я так как учитель думаю еще о другом, что помимо вот этой государственной политики, конечно, должна быть совершенно другая политика, другое отношение формироваться. Знаете, когда-то мой сын поехал на Байкал, им проводила экскурсию девочка, и сказала, люди, то есть русские, появились на Байкале в XVII веке. Вот такого не должно быть. Вы сказали уже про ассимиляцию, о том, что уже сложно сделать какое-то разделение, потому что все настолько смешанные, уже столько смешанных браков между разными национальностями, и вообще, там, например, большинство татар живет за пределами Татарстана. И это факт, просто никуда от него не деться. Все-таки ассимиляция, это в какой-то степени благо. И вот что говорит история в этом смысле? Все-таки больше кто-то хотел окукливаться, как-то закрываться, что вот наша нация, наша национальность, мы чужаков не пустим, и ни с кем плодиться и размножаться не будем, кроме своей нации. Или все-таки движение вперед идет, и все рассосредотачиваются? Ну, вы понимаете, история тоже, поэтому буду говорить много разного. Но, как я это, естественно, было много попыток, и есть попытки. Женимся только на своих, говорим только на своем языке. И я понимаю эту идею. Но, с другой стороны, во-первых, как мне кажется, что вообще, чем больше разнообразия... Слово ассимиляция, мне тут кажется очень точным, ассимиляция предполагает переход одной группы полностью на язык, традиции другой группы. А вот какая-то интеграция, когда идет взаимное смешение, взаимное обогащение, то это очень здорово, потому что невозможно... Но это, я не знаю, биологический и социологический закон, что замкнутая группировка постепенно вырождается. Мы это знаем на примерах каких-то династий королевских, аристократических. Вот теорию элит беспрерывно в 20 веке изучают. Что замкнутая элита, там, где не происходит открытой ротации, она вырождается тоже. Потому что все время берут людей на важные посты из узкого слоя своих. А талантливые люди другие не могут пробиваться. Всегда какое-то смешение, какие-то кросс-культурные контакты, это здорово. Ну, если они происходят нормально, не режут друг друга. И вот это, по-моему, очень хорошо. И история знает тому огромное количество примеров. Вы сказали про язык. Позвольте продолжить эту тему, потому что в 2017 году, как мне кажется, произошла, наверное, ключевая вещь в национальных языках Российской Федерации. В 2017 году Владимир Путин в одном заседании сказал, а что это такое? Почему это в других республиках учат татарский, бурятский, башкирский, тувинский, алтайский и так далее, тому подобные языки? Почему это учат насильно? Должно быть добровольно. Вот русский язык должен быть всегда во всех школах. А национальные языки надо перевести на почву только добровольную. Я знаю, что в Татарстане были проблемы большие с этим. Во всех республиках, на самом деле, просто Татарстан, мне кажется, громче всех, наверное, об этом кричал и говорил. При этом мой личный пример, когда я учился в школе, это были 90-е, у нас татарский язык преподавали в одиннадцатом классе пять часов в неделю, а русского языка и литературы было всего два. Хотя писать экзамен нам по русскому языку и литературе. Там были свои перегибы, но и это, наверное, тоже перегибы, когда не нужно изучать, а только добровольно, потому что, ну, кто пойдет добровольно писать заявление? Ну, пожалуйста, ладно, пусть мой ребенок учит. Как вам кажется? Конечно, это звучит как бы очень демократично тоже, дебровольно, пусть, пусть. Опять же, я думаю, что если два родителя в классе написали, для них просто не найдут учителя. Это невозможно, и все. И я знаю замечательного учителя Казанского, Павла Шмакова, который, хотя, да, сам он русский и был директором русскоязычной школы, но как он боролся за то, чтобы был татарский язык. И я думаю, я так понимаю, что и многие родители были против, но это же, ну, как? Вот я сейчас живу в Португалии, и я, конечно, учу португальский язык, хотя я могу, там, объясниться по-английски, не знаю, с таксистом, с продавцом, и вроде бы как это мне особенно и не нужно. Ну, а как? Я живу в стране. Я, естественно, сейчас очень много читаю по истории Португалии, там, читаю стихи португальских поэтов. Ну, потому что я же... Ты живешь в этой стране! Елки-палки. И это касается, мне кажется, любых образований национальных. Наверное, тоже должен быть выбор школы, чтобы были разные типы школ, чтобы родители могли выбирать. Вот они посылают детей туда, где там больше татарского или туда, где меньше. Вот еще что-то. Ну, как? Ну, как? И дело не только в языке, а в культуре, в традициях. Вот другое дело, что, скажем, да, я была в одной школе в Татарстане, и там был очень интересный музей, который назывался «История татар». И там были школьные, причем это школьный музей, там дети участвуют, прям все очень здорово. Но это было все посвящено выдающимся татарам. Когда я спросила, а почему у вас нет просто там выдающихся жителей Татарстана, то они немножко как-то удивились немножко. Вот это было бы, наверное, нормально. Есть такое мнение, может быть, оно тоже звучит имперское, что поддержка языка равно поддержка сепаратизма. Ну, язык стал, к сожалению, политическим фактором, и мы это видим хорошо. Как это было использовано при аннексии Крыма, как это используется сейчас в самых разных ситуациях. Ну, на самом деле, тоже это и до Путина все было, ничего в 19 веке, когда все национальные движения начинались, восточно-центрально, в Южной Европе. Они очень часто начинались именно с формирования... То есть национальный язык выводился просто из диалекта, на котором говорила, казалось бы, только... Говорили только низы общества, а вот потом интеллектуалы составляли сербскую грамматику, и возникала литература. Это было частью национального возрождения. Так же, как это было в 14 веке в Италии. Так, или в 13-м, когда Данте писал. Вообще-то, мы знаем много примеров, когда язык не оказывается равен национальному самосознанию. Все бывает очень по-разному. Вот я сейчас со своими лекциями езжу по разным республикам. И очень много общаюсь с разными людьми, приехавшими из Украины. И подавляющее большинство из них говорит по-русски, и понятно, что это их родной язык. Я знаю, что сейчас очень многие, наоборот, переходят на украинский в Украине. Но... А есть те, кто не переходит. Но при этом все равно считают себя гражданами Украины. И вот это, мне кажется, очень важно. Там декабрист... У многих декабристов родной язык был французский. Это тот... Ну, не родной, но тот, на котором они прежде всего говорили и думали. Они перестали поэтому быть россиянами, которые жаждали помочь своей стране. Конечно, нет. Ну, то есть, правильно ли я вас понимаю, что язык, незнание языка не значит, что ты не являешься представителем той или иной национальности. Ну, бывает очень по-разному. И вот пример с Украины это только один. Их еще много других. Понимаете, вот я когда-то была в Сибири, на Нанайском селе. И учительница рассказывала... Да, и там сейчас... Ну, тогда это не сейчас. Это было 20 лет назад. Ну, наверное, и сейчас. Там шло такое национальное возрождение. Они какие-то традиции... Поэтому нас туда и привезли. Какие-то там делали... У них поделки были учеников в национальном духе. Очень все было симпатично. И учительница говорила, что когда она училась в школе, им запрещали говорить на родном языке. Девочки жаловались. А Света говорит, на Нанайском, говорили они учительница. А теперь, наоборот, возрождают. Но от этого люди не изменились. Они по-прежнему живут на этой земле, с которой они ощущают свою причастность... Которые причастность свою ощущают. В 90-е, когда, казалось бы, у национальных республик российских, которые сейчас находятся в составе России, было ощущение, что им даровали какую-то свободу. И вот они сейчас смогут что-то сделать, поднять какой-то дух и так далее, и тому подобное. Но что я помню, в 90-е у нас говорили, ой, из деревни приехал, на татарском говорит, и так далее, и тому подобное. Это было повсеместно. Но что сейчас происходит, например, татарский язык, он воспринимается, как нормальный язык. То есть никто никогда не скажет, ой, из деревни. Ну, может быть, кто-то старшего поколения скажет, что для молодежи это абсолютно нормально. Кто-то говорит на татарском, кто-то говорит на русском. И притом проводят всякие фестивали, маркеты, где, например, с национальным узором одежда какая-то современная продается и так далее, и тому подобное. Вот это, как вам кажется, вот это перерождение, то ли переосознание, переосмысление языка, оно происходит вообще? И это нормальный процесс в целом? Конечно, происходит. Понимаете, любой процесс нормальный, если он не связан с желанием взять дубину и идти бить тех, кто говорит на другом языке. Замечательно. Значит, теперь говорят на татарском больше. Это прекрасно. Это значит, что следующий шаг, что будет больше, скажем, литературы татарской или фильмов. Не знаю, как у вас там с киноиндусты. Ну, так я сейчас импровизирую. Рок-музыки, да, с текстами, предположим. А вот никто не знал про украинскую рок, ну, никто за пределами Украины, да, а теперь мы знаем, что вот есть такие анельзы и еще там много всего другого. Оказывается, все бывает вот так. Благодаря или вопреки? Потому что давление сверху порождает инициативы снизу. Ну, у меня тут проблема в том, что когда инициатива возникает в результате давления, вопреки давлению сверху, то, скорее всего, она будет какой-то болезненной, уязвленной. Вот здесь возможно... Лучше, когда, конечно, просто все свободно растет. Но, увы. Вы знаете, есть еще одна тема по поводу национальных республик. Это Сталин. Я знаю, это ваша любимая тема в кавычках. Есть такое мнение, что Сталин и вообще вот в тот период были придуманы настолько классные конституции всем АССР, что, пожалуйста, там такая прям как будто бы свобода даровалась, что по факту, конечно, никакой свободе речи и быть не может. Но вы знаете, в 36-м году не только в автономных республиках, повсюду казалось, вот какую прекрасную конституцию приняли, потому что до этого были люди, лишенные избирательных прав, теперь всем дали. До этого было открытое голосование, сделали тайны. Вот как все здорово. Ну, правда, мы знаем, что за 36-м годом наступил 37-й. И людям в национальных республиках, которые об этом говорят, наверное, стоит вспомнить, а что сделал Сталин со всеми национальными элитами. Он уничтожил всю партийную элиту. Он уничтожил, ну, практически в любой республике, он уничтожил маломальски интересных писателей, поэтов, да всех. И просто по людям, всюду на какие наносил удары. Какая конституция, о чем вы опомнитесь? При Сталине при этом, ну, как бы, с национальными языками республик тоже происходила такая вещь. Кого-то, как, например, татарский, башкирский, переводили на арабику. Ну, он, собственно, и писался раньше на арабике в основном. Потом перевели при Сталине на латиницу. А потом, как бы, видимо, окончательно у Сталина все поменялось, и он сказал, чтобы все национальные республики переходили на кириллицу. Притом, кириллически невозможно передать звуки ни в бурятском, ни в татарском, ну, тюркские группы, ну, разные группы языков. Это тоже попытка встроить всех в систему? Конечно. И это вообще очень хорошо видно. В 20-е годы ну, еще совсем была не идеальная уже, никогда не была идеальная большевистская система. Но они, но еще оставались какие-то, во-первых, такие ниши свободы. И они очень часто, например, там, национальные кадры, какие-то национальные традиции использовали. Ну, им казалось и главным врагом российское государство. Вот я знаю, что на Алтае в 20-е годы даже поддерживали шаманов, потому что говорили, это народное движение против противопоставленной православной церкви, церковь их преследовала. А в 30-е годы всех шаманов пересажали, конечно, как и представителей православной церкви. Вот. И Сталин же потом пришел, знаете, конституция к конституции, и менял языки, менял алфавит, если бы он только этим ограничился. А потом будут депортации народов, и потом после войны вот весь поздний сталинизм построен на великорусском шовинизме, когда он еще на банкете в честь Победы предложил выпить за великий русский народ, который оказывал... И он оказался старшим братом всех остальных народов. И дальше вот в таком русле и шло. Сам Сталин грузин, напомню, нашим зрителям. Да, сам Сталин грузин, при этом из разных актеров, игравших его в 40-е годы в разных фильмах, ему больше всего нравился Алексей Дикий, и он... Хотя там были же грузины, которые его играли, и он сказал, что вот хорошо играет товарищ Дикий, потому что у него видно, что товарищ Сталин действительно русский человек. Насколько, может быть, сказать, справедливо назвать заложенные вот эти конституции, образование СССР, это бомба замедленного действия. То, что мы, например, видим... Мы сейчас, конечно, говорим про АССР, и теперь это национальные республики российские, но то, что мы видим, например, на примере Кыргызстана, Таджикистана и других Центрально-Азиатских республик, там такая дележка территорий была в советские годы, нарезка этих территорий, что сейчас это просто постоянные конфликты приграничных территорий. Да, конечно. Здесь, вот надо сказать, что Советская империя совершенно не отличается от английской, французской. Вот если посмотреть на карту Африки, то очень хорошо видно, как прям по линейке проводили границы, и, ну знаю, там в Нигерии провели границу, и двухмиллионный народ оказался с одной стороны границей, с другой. Это вообще, никто про это вообще не думал. И точно так же здесь, конечно, когда проводили границ, это очень странная вещь, потому что, с одной стороны, они все время играли на этой национальной карте, национально-освободительное движение, право нации на самоопределение, но границы, Армения и Азербайджан, Средняя Азия, там Грузия, Россия, и там Абхазия, Осетия, вот провели, как им вообще в голову пришло. В 20-е годы, там у них первая была перепись или что-то, или перед созданием, я уже забыла, да, наверное, перепись, был составлен список национальностей, существующих в Советском Союзе. То есть можно было записываться вот такими-то национальностями. А куча национальностей, например, на Кавказе, где их там сотни, они просто не попали. Поэтому их всех скопом, там, записали каких-нибудь сванов, записали в грузины. Ну, они, в общем, и есть грузины. А могли бы записать, была бы отдельная сванская национальность, может, они бы сейчас там требовали какую-нибудь Сванскую Республику. Это очень такое искусственное конструирование и границ, и языковой принадлежности. И здесь я даже не могу по-настоящему, я люблю в чем-то обвинить большевиков, но в данном случае мне даже трудно их по-настоящему обвинить. Я так понимаю, что они вообще не считали это важным. Они думали, что скоро будем жить без России, без Латвии, единым человеческим общежитием. Это мы сейчас это используем, а потом будет у нас сплошная дружба народов. Ну и вот результаты, конечно, сегодня расплачиваются за это совсем другие люди.